Здравствуйте, мои творческие друзья! И снова мы на мастер-классе «Мир на камушах». Сегодня я предлагаю вам изобразить вот такую замечательную пчелку. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится камень. Я выбрала большого размера, овальной формы. Чтобы покрыть ровным слоем наш камень водоэмульсионной краской, мы будем с вами использовать поролоновую губку. Какие же цвета нам сегодня с вами понадобятся? Белый, черный. И я подготовила два оттенка желтого цвета – светлый и паячий. Вначале простым карандашом мы с вами нарисуем важные элементы. Вот такой линией мы отделили голову нашей пчелки и ее туловище. Так как она у нас полосатая, мы нарисуем полосочки. Желтая полоска, черная полоска будет потоньше. Стараемся линии повторять овальные по форме камня, чтобы передать объем нашей пчелки. На лице нашей пчелки мы нарисуем два больших глазика. И нарисуем вот такую челочку с такой формы. Далее мы берем два наших цвета желтых и кисточку. Мордочка книзу будет светлее цвет. Ближе к глазкам. Мы берем желтый цвет поярче, чтобы наши глазки у пчелки были более выразительные. Стараемся не выходить за контур, соблюдать наши линии рисунок. Далее переходим в полоски, которые желтые. На туловище у нашей пчелки. Посередине будем использовать светлый оттенок желтого. А по бокам, чтобы отобразить объем нашего насекомого, мы применяем более напыщенный желтый цвет. И здесь таким же образом работаем. Все желтые участки на нашем насекомом мы выполнили. Теперь переходим к черному цвету. Дальнейшую работу мы будем выполнять обязательно тоненько кисточке, поскольку элементы будут маленьких размеров. Нарисуем в зрачке. Черным цветом оставляя обязательно белый близко. Так взгляд у нашего насекомого будет более живым и выразительным. Не торопяйтесь и очень аккуратно, чтобы не потерять наш рисунок. Работаем над следующими элементами. Работаем над следующими элементами. Можете работать аккуратненько, сразу черным цветом, как делаю это я. Предлагаю нарисовать замечательные осеньи. Полосочки черного цвета. Если мы карандашиком нарисовали не совсем ровные линии, то работая кисточкой эту ситуацию можем подправить, подкорректировать, дорисовать. Вот так очень быстро наш замечательный друг пчелёнок и появляется на этот цвет. Обязательно мы ему нарисуем улыбку. Очень тоненькой кисточкой, не надавливая на кончик, чтобы линия не стала толсткой. Вот таким образом. Большой язычок можно нарисовать. Можно нарисовать на лице вот такие веснушки. Немножки надо стараться делать маленькими. Легка прикасаясь кисточкой. Получаются очень маленькие точечки. Осталось нарисовать нашему пчелёнку крылышки. Тоненькими линиями, не прикасаясь к крошкам кустика, мы создаём крылышки. Крылышки будут больше похожи на овальную форму, но и легко в виде капельки. Одно крылышко готово. Разворачиваем нашу пчелку. Рисуем второе крыло. Крылышки готовы. И теперь нам нужно эти крылья внутри покрыть белым цветом. Для этого будем использовать водоэмульсионку. Белый цвет смешивается с чёрным. Получается серый цвет. Это для нас очень выгодно, поскольку крылышки наши, они на самом деле прозрачные. И когда сверху накладываются на чёрные полоски, то получаются полоски серого цвета. Если крылышки будут полностью белые, это будет немножечко неправдоподобно. Ну вот, я считаю, что наша пчёлка уже готова. Теперь у нашей пчёлки появился вдруг пчелёнок. На этом мы заканчиваем наш мастер-класс. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова